Какую мечту можно отводить? И конкретно все показываем, как надо, что эта жизнь означает, где даже не надо. Живу, хватаю, пью ее. Без Христа нет жизни. Это отживание смертной, даже в кризисе. Вопросы очень серьезно задают. Сегодня мы были, и там молились на каждой стороне храма, и на четверку охранники пропустили. Мы встали на колени, помолились от патриархи, от президента, храм Христа Спасителя, все это поделали. Все засняли. Выход один. Вчера Сутерева сказал, вот это вот безобразие было. Что делать? Что делать? Что сделали? Неправильно сделали. Реакция была абсолютно неправильной, поэтому сейчас за них все больше и больше людей, а вы будете терять и терять последовательно. Потому что кого тронули женщины, навалились силы, там ФСБ. Народ на стороне страждающих, а не на стороне побеждающих. А что нужно делать? А вот на мосту, там, видимо, замки эти молодожены вешают. И мы нашли вот такой замок амбарный, вот такой замок купить, и храм Христа Спасителя закрыть надо было. Почему? Храм осквернен, требует ощущения три месяца. А мы каждый день, день и ночь будем возле храма стоять, плакать и молиться. Слез будет в таком состоянии. И тогда весь народ обернется, и все соглашаются. Да так, молиться, молиться, чтобы люди Христа познали, люди Бога не знают. И отец Кирилл это вчера как раз и подтвердил. Простой выход, и все соглашаются, я кого не скажу. Так почему? В дианиях написано. Когда увидели, что Павел зашел, и будто бы трофимы видели, расцвернил храм, храм заперли сразу же. Почти стремятся, осветили его. Весь народ бы обратился именно к Богу, храму не надо, и в стоянии за патриархами. Нужно на себя взять ответственность. Мы виноваты, чтобы получилось это. Мы. У меня тем 1300 на форуме. И когда вот эти ноги там поднимали плесами, я не знал, в какую тему поместить. Я поместил ее в тему введения во храм Богородицы. Кое-кое-как нашел, куда поместить эту тему. Куда? Вот оно введение. Новую веру. Там называют их своим именем. А как дошли до этого? Виноваты мы. Если мы другую позицию ищем, нам надо все время рубить кого-то. Они мешают нам пройти к цели. А это уже проходили в истории. Ну, это такое чувство, что акция идет, чтобы последнее святое у людей отнять. Да, мы об этом и молились, чтобы это все было, и все высказано, и будет выставлено в интернет. И охранник вышел, мы поблагодарили. Против церкви идет, вот на церковь наступили. Это понятно, церковь. Но мы виноваты, пойдите, потому что не учили, народ не шел к народу. Вот такая история. В народе страха никакого нет. Они не знают, за что уцепиться. Вот понимаете, я работаю с заключенными. Это люди ответы, там страшно сказать, но я захожу в каждую камеру, я единственный, кто имеет доступ к смертникам. И вот я иду дорогой, а там мужчина идет, кричит, эй, забыл как звать, подождите, мне к вам нельзя подходить, с женой идет, у меня в руках бутылка, вы к нам приходили в камере, вы знаете, он через дорогу говорит, он подойти ко мне боится. Я выхожу на улицу, а мужики сидят на первом этаже, и друг другу помогают. Тихо. Видишь, подышу. Я в камере, в камере нахожусь, 32 человека, ни одного макерканника. Почему? Потому что они видят, что я 5 раз в день, по полтора часа, становлюсь на молитве. Пойдем, 6 я 4 уже на молитве. И они встают, и говорят, вчера ночью мы молились на коленях, 7 человек становились, у нас ночью молились с вами, можно я тоже встану? Это наша жизнь должна повлечь за собой. А слова можно учиться высокопарные. Пусть он, Андрей Кураев, пройдет этот путь немножко, растрясет. Он, я вижу, он медузой какой-то делается. Ну разве это? Здоровье не здоровье. У него очень больной человек, у него ноги больные. Отец Кирилл вчера сказал, я говорю, было иначе, он меня так по животу поколотил, говорит, батюшка, что ты делаешь с тобой? А я говорю, это у меня аналогичек, болезнь, нет болезни, говорит, иначе сказал, он сказал, это еще один рот батюшка прикроет. И он все еще раз за столом засчитал опять. Вот эта его простота, она просто обнимает человек. Я говорю, посмотри, наши ребят стоят, вот они где. Он говорит, а если, посты соблюдаете, а много, ну много, я же первый, два. О, извините, пожалуйста, вот предложите к этой книге. На одну нашли? Три штуки нашли? Три? Слава Богу. Это у меня там, извините, это вот как бы автобиографично, там второй вышел выпуск. И в трехтомник, у Нового Завета, вот он лежит. И вот эта книга приложена послал патриарху Кириллу. Ты молодой вы, да? Это я на площади. В этот день готовились громить коммунистов. А какой год? Это был 91-й год. На площади. Огромная площадь, все народы. И трибуна. И кто там должен был уступать? Первый там губернатор. Меня увидели, милиция, бегом ко мне под руки, у меня с двух сторон и в трибуне. Первому мне пришлось уступать. Представьте себе. А в этот день коммунисты, там я не знаю, только что-то не было. Я выступил, и все флаги вниз повисли вот так вот. А они знали. Я говорю, выход с себя, значит, я Новый Завет, я не думал выступать, но выход с тебя. нет. Сидал, посмотри. Это второе издание. Как Христос меняет. Я вам сейчас покажу. Видите, а тут у нас епископ, и все их, вот батюшка, священники Московской Патриархии. Видите фотографии. А это у меня дети, поднятия. Главное лечебное лекарство в лагере. Я советую. Да, режим, порядок. Вот смотри. Это наша книга. Теперь я сейчас покажу еще. Держи, чтобы не вронить. Это я сижу со своими книгами, вот за 8 лет выпущены книги. Впечатляет? Впечатляет. Из этих, которые трехтомник, вот это, постаны Путину, Медведеву и Патриарху. И это не все. Сейчас покажу еще. Вот смотрите, вот обыкновенный снимок. Не советую. Вот Надежда Васильевна, это жена. Вот как она, внезапный снимок, вот она сидит как сзади. Смотри, сбоку, с левой стороны. В каком благоговении. И это в интернете выставлено, вы посмотрели. А я написал, с подругой жизни Надя, сколько отзывов, рейтинг там за 2000, а ничего особенного нет. Просто не то, что мужчина, женщина там облакал. Вот и не положено. Вот. И жена, что? Вот она где должна быть. Я этот снимок видел. Просто человек, ну это у меня стена от пола до потолка книга. Сейчас еще один покажу снимок, который сегодня... Это злобый. Вот малыш обнимает, слабый, он отсутствует и снимает. Вот. Это политработник в тюрьме был, который... Видите, у нас все с бородами. Этот врач краевой больницы, следователь краевой больницы. У нас безбородок даже в храмы не занят. будет в коридоре. Даже не подрезано ничего. Это вот мой отец. Еще до войны, он с одной рукой после войны пришел. Так, минутку. Вот больше всего помог мне Иеромонад. Сейчас все встанем вместе. Я понял. Это 86-й год, меня последний раз арестовывали. Цветы летят там, обратите внимание. Видите как? А то цветы летят от верующих. И меня, когда в зал заводили, писавьте, 12, не милиционеров, а краснопогонники, 12 человек охранялись. А судить-то надо, и что? А милиционер ходил и говорил, в 68-й школе они нашли радиостанцию в подвале, связанную с японской разведкой. А когда до дела дошло, они тогда, ну, на попитное, вот она, пояс отняли. Вот они ведут. Никто не думал, что я выйду. Она до тема о масонстве. Я 14 лет на ней работал, опубликовал. И там было предсказано о крушении Советского Союза. Вот памяти, это, Ленина не выбросили. Там это выбросили. Это по-другому не будет. Они за каждое слово цеплялись. Стихи еще я пишу. У меня 3467 стихотворений. Там около 80 положено на музыку. И вот в одном стихотворении там я на памятник написал «Стоит свой рот ащерев, по мету птиц подставил голый череп, вождь атеистов сон мещают». А следовательно написал «Счаще мыть памятник». Это где я обратился, вот это два человека, это моя мама, через кого я пришел, Евангелие получил. Это после крещения снимок у нас. Это у нас концерт идет, День деревни. Это что у нас? Ну, детский лагерь, говорит, Минисовета все это знает. Это копные, видите, какой снимок. А то вот снимает, он Игорь, который, это его жена, она еще не жена. Мы не пензенские затворники, хоть деревья. У нас там интернет есть, а всего 10 дворов. Ну, конечно, 10 до 10, но на 10 обращают внимание 10 стран. Так, это вот и детский лагерь, ходили по ягодам, старший воспитатель, он сейчас до начальника лагеря заменял. Идут дети, все босиком. У меня в детском лагере дети бывают, зимой никто не кашляет. Они босиком, ноги прожженные, раз 6 в день купаются, в воскресенье на лошади катаются, на лодках. Дети должны все знать. Вот я вас спрошу сейчас, кто, вы пользуетесь с мобильным телефоном? Кто его изобрел? Не один. У меня дети сразу ответят, Мартин Купер. И мы за Мартина молимся, Господи, приведи его к познанию ищи. Вот. В интернет интернет, а кто интернет изобрел? Тим Бернесли, и дети кричат, Тим Бернесли, они все знают. Кто губернатор, кто премьер-министр. Дети должны быть высокообразованы, это новое поколение. У нас лобный главный лагерь, что Россия должна встать. А внизу, Россия, это мы. Дети скандируют, Россия, это мы. У меня бывают евреи, казахи, грузины, кого только не было. Привезли одного по казате еврея, а он там с баптистами как-то связался. Ну, он один день побыл, и сразу православным стал сейчас батюшком, при патриархе служит, в Грузии. Отец Нового Израиля еще. Ну, родители, да. Один раз. Привезли тоже баптиста одного, он бывший в республиканской работе, а раньше был Суслов в Кремле, главный дион, это его племянник. Одна была встреча, он стал православным иеромонахом, а потом, который курит, обедал Бога Кушаича. Это он. Когда они, когда нас доходят, я миссионер, мне Бог дал эту власть, говорится, над словом, над душами, они остаются, и уже все почти делаются батюшками. А отец Геннадий, это из Менонитов, тот магистр богословия, закончил. Он был преподавателем университета. Это один из самых лучших сегодня богословов. Какие у него вышли книги. Как Геннадий, как? Фаст. Фаст. Вот, из Менонитов немец. Это тоже в моем доме пришел он. Это мой брат, офис Акил, в Партаюре. А вот и к крещению идет, видите как. Сейчас катетизация ведет. Два-две-три беседы. У нас к крещению готовят 450 часов к академическому. По-новому зовет. И вот три года готовят человек. У него два поручителя. Проверка какая идет. Но уж если он обратился, покаялся, это уже он знает, куда пришел. Это есть какие фотографии. Это в разных... А это возле... Это у нас половина храм, половина школа. С нуля все начать. Без помощи... Без помощи государства. Сколько сегодня говорят о возрождении, другой... Вот отец Кирилл вчера как раз и сказал, конечно, это... Вот он как раз, который еврей обратился, это вот Новый Израильевич. Но он еще безбородый, он еще не священец. Он был гидом. А это патриарх Илья Второй в Грузии. Да, такой, вот он. Вот я стою. Молодой. Он? Он? Узнаете? Это мы у него на приеме были. И потом он... Я еще не священник, а меня уже он приглашал быть у него священником. Я пошел покупать книги грузинского языка. Но вовремя, говорится, меня Бог направил в другое место. Еще рано тебе, сначала ты должен в кюрьме пройти. Видите, Бог дает то, о чем ты даже не предполагал. Я вот всем говорю об этом. Ну, в армию берусь сейчас, полтора года ходил. Ой, полтора года, и жизни, и бычьих, и пропали. Тогда я служил 4 года в охоте. 4 года. И за службу в армию я выучал английский, немецко-французский. Выступал у лидеевых. А в школе не было вообще языка. И спрашивают, что вы заканчиваете? Я ничего не заканчивал. Старайтесь, в интеллект мне получился до штурмана. Но это все технические знания. Бог это дает. Я не кончал ни семинарий, ни академию, но самостоятельно. Ну, прошел, как-то посчитали, только за несколько лет открыли 4 университета в Вадике. Надо сокращать сон. Я водовел 20,5 часа в сон. Иначе не успеешь. Вот на нашем сайте нигде в мире нет этого. Я насчитал Библию. 12 томов Златоустов. От корки до корки. 12 томов Жития Святых. 5 томов Добротолюбия. 4 книги Григория Двиченко. Это по 800-900 страниц. И они все выставлены для всего мира сегодня. Игорь Михайлович, простите, а Патриарх Кирилл знает ли так же? Знаете, я ему писал, послал книги, а насколько знает Патриарх Алексей, да, тот знал. Как-то наш епископ вернулся, он спросил, какие у вас отношения с Игнатием? Он говорит, хороший. А Кирилл-то знает, вот как знает. Мы принадлежали к русской православной зарубежной церкви, Белой-Неградской, когда открыли приходы. А когда в начале вот это акта канонического признания, то мы высказали свое желание, мы против категорически, потому что будь под Патриархией, мы бы просто потеряли, и ничего бы не было. Но заранее стали молиться, Господи, если будет принято решение, вот это, что, как говорят, объединили, мы согласимся, чтобы мы не забунтовали. Видите, у нас какая тактика. У меня есть свое мнение, но я подчиняюсь мнению церкви. И мы приняли как есть. И тогда патриарх-то стал следить за тем, которые не вошли, эти приходы поставили, епископа нашего, он домодедовский стал, гекарного патриарха Кирилла. Пять лет закончили, нынче 17-го, все присоединились или ушли там в Гагафангелы, остались две общины наши. Мы, главное, признаем благодатность московской патриархии и не соединяемся. Почему? Иначе мы будем разрушены, задавлены. И патриарх спрашивает нашего, епископа, в чем дело? Как это? Две общины? Почему там остаются? Они что, не признают? Нет, признают. Вообще такого даже не было. Вот не было, а тут есть. У нас люди, сознательно, пришедшие через университеты, где я преподавал. У нас люди, что высокого, говорится, такого уровня, с цензо сказать. Почти все с красными дипломами. Ну, не знаю, кто без красного диплома у нас заканчивается университетом. И наш епископ сказал патриарку, это Матья Теоза, если бы тамошний епископ вел себя по-другому, было бы все как надо. Тогда это тамошему епископу, и тот теперь засуетился, давайте объединяйся, назначили рабочую группу, мы идем на встречу. На первой встрече я ни одного слова не сказал, даже голоса не слышал было. Но на второй встрече мой брат говорит, я не миссионер, брат у меня, он опыт имеет, давайте надим ему слово. А они почувствовали, что если дадут мне слово, то там кое-что будет сказано. Ну, а первую встречу я предложил, давайте беседовать на тему «Жить не по лжи». Сложились все. Не второе, а благовесие две темы. О чем патриарх непрерывно говорит. То есть, если бы часто бы сказал патриарх Кирилл, то большего друга у меня бы не было. Потому что мы делаем то, о чем патриарх говорит. Но они пошли другим путем. Священники, которые на нас натравливают, которые вызывают милицию, я сказал, вызывайте их. Мы сейчас разберемся. Они говорят, давайте перелеснем страницу, начнем снова. Я говорю, Евангелие так не говорит. Евангелие говорит, а если так грешит против тебя, брат, выговори ему, не перевертывай страницу. Если покаялся, приобрел. Не покаялся, двух-трех возьми. Так. Покаялся, вопрос закрыт. Не покаялся все общины, это третий этаж. Не покаялся, третий этажа, все хочется, он лезыщик, тебе или никто, и мысль. Я говорю, давайте им ангельским путем. И они отказались на дальнейшем встрече. А причины никакой нет. А зимой, когда-то, лепестков говорил, я готов на вертолете к вам полететь. Пусть закрит сегодня. Снег растает, тогда можно будет. Знаете, простите, еще можно два слова. Как вы относитесь к Александру Солженицыну? Как? К Александру Солженицыну ваше отношение? Знаете, я говорю про себя только. Для меня это подлинный, настоящий герой нашего времени. Если бы я в Типелагула, я сидел за него, потом мне это дорого. Недавно было в Новом мире, в 30-летие, как первый раз, ну, об нем написали, это было у этого, сейчас я не могу ошибиться, в Новом мире, кажется, в Новом мире это было, один день. Да, и вдруг сразу газета, российская газета, напечатали, говорит, это ошибка. Ровно на 10 лет алтайский проповедник Игнатий Лактин до Новом мире насчитал и распространил по всему Советскому Союзу. Я написал на 4-7 книгу большое посвященное. И его слова «Благословляю тебя тюрьма», я пришел умереть, мне очень сильно помогли, у меня опыта этого не было. Когда я вошел в тюрьму, вот эти слова Солженица у меня с двух сторон подхватили. Для меня это человек, ну, за которого я молился и буду молиться. На Донского... Да, и я где не сойду, мне говорят, ой, Солженицын приехал, там, похоже на Солженицына, Судьбы наши в чем-то схожи. Он заботился о сбережении русского народа. Я заботился о сбережении души. Это, конечно, разница большая и очень большая. Так что, мое мнение о Солженице может не сходиться с вашим, ну, это мое мнение. Для меня этот великий человек, его биография, дороже его все, что он написал. Ее нельзя создать. И такой биографии в русском народе никогда ни у кого не было. А какие на нее нападения сейчас? Да, что там говорить? Я знаю, я выступил в интернете уже несколько раз. Это говорят люди, которые не испытали толикой доли маленькой того, что он. Я прошел, меня 26 лет от психиатрии учили. Меня накачивали, раздирали, и они ничего не смогли сделать. Вера спасла меня, вера во Христа. Видите, о нашей жизни сняты три государственных фильмов. Один фильм называется «Блатаусус Потеряк». Это мое прозвище. Спаселка Потеряк. А он у нас есть. Да, он занял первое место в России. Второй фильм «Пречувствие» взял главный приз на международном киноконкурсе. Ну, любому понятно, что это не на дороге вода есть. Я высказываю с Солженицыным. Солженицыным это, ну, можно сравнить с Достоевским, как знаток человеческой души. Но есть моменты, с которыми я не согласен. Вот он там на профсоюзе, давайте через них. Я вот абсолютно не верю. Это невозможно. Жизнь меняет не храм Христа Спасителя, а Христос Спасителя. Храм был, разрушен, и этот будет разрушен. Камня на камне не останется. У нас самое ценное в православии то, я говорю не в христианстве, а в православии, что у нас есть священство, эпископад. Сектанты лучше нас. Они живут намного чище, не пьют, не курят, но они не церковь. У них нет священства. И вот через это я их уже привлекаю в церковь. У меня подход очень простой. Бидли, я никуда. Если он не признает одиннадцатых, я их и не беру. Мне достаточно шестьдесят шесть. И жить над этой жизнью, не победу одержать над кем-то, а людям показать Христа. И, конечно, жизнь здесь он верит. Вчера отец терил это все, из книг все это берет, открывает. Что бы рассказать. Это талант, особый талант смиренно-мудрее. Если бы он где-то как-то возвысился, он все открывает. Даже наши тайные разговоры были. Он повел Игнатия и я говорю, Игнатий, почему у вас только патриотизма нет? Он говорит, пойдем покажу. Привел, говорит, меня на сценарий. Там вонища, говорит, такая ощущение, в оборот не упал. Потом повел другое место на две голубятни. Он все описал как есть. Обычно, когда напишут, пришлют, у меня интервью брали, я выправлю, тогда печатать. А он прислал, у него ни одного слова я не могу выкровить. Там все написал правильный. Вот так. И вам Бог дал счастье быть подверг у того, чтобы я сказал, когда только эта минуция, Хакаска, прошла, я думал, она может быть какой-нибудь другой нации. А самовел, спросил, я говорю, а вы какой национальности? Она маленько поставила, отец, без благословения, отца Кирилла отвечать нельзя. Она придумала. А я тебе Кириллу сказал, вот надо же говорить. Вот тоталитарный режим убил. Все как есть. Ну, слава Богу. Я пусть все спрашивают, а то видно. А ваши как вас боятся? Еще больше, чем и Кирилла. Да, я тоже боятся как. Мы поехали, у меня подруга, она была, тетя Тоня, она 10 дней дождалась меня из лагеря, умерла. Она есть в Тархакомнах, христиан была. Ну, и приехали там, баптисты. А там, адвентисты собрались, старшие крестераписки посетились в Караганду. Я везде выступал, они приготовляют заранее все, и я в одном здании, в другое перехожу. Я не видел, что она беспризорница, ей начали помогать. А запретил мне наставник, брат, на наставник, там его зона. Да, он же не знает, как же не знает, кого знает. Ну, возьми, а потом туда я поеду. Как туда? Он сказал, если возьмусь, куда-то моя она поедет, если возьму, что-то, 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 послушание действительно было. Но послушание, по православию, не просто так. У нас все есть. Вот мы едем, только даем. Нам не надо. Мы вчера шоферы дали на бензин. Ну, подали на бензин, ничего не надо. Где-то что-то, лишнее взять. Вот, в интернете сейчас спрашивают, вы книги не сдаете? Нет, я в Рене. А можно деньги прислать? Нет, не надо. Что-то я говорю своему шоферу. Деньги дают. Почему же не берет? А куда деньги? Я вообще не знаю, что деньги не делаю. Вот когда я издавал книги, я вообще не знаю, у меня никогда ничего не было, ни машины, там велосипед мне подарили, сапоги купили. Я государственные, говорится, вещи. И Бог так вот сделал, прожил ни разу голодным днем. И едем как-то, отец Кирилл говорит, если бы в этой субботы никого не было, вот не сели. А меня везет священники. Давайте раскусили. Давайте раскусили. Но маршрут наш делал, так, 4-5. Но воскресенье именно это пыльник не покупали. Именно в больнице. Я говорю, отец Кирилл, или ваша молитва всех превыше всех победила, или уж так вот. Но главное, там везде просили, что воскресенье люди соберем. Ну, мы были на Байкале, там получалось это. А это Путина первую неделю. Всю неделю мы были дома, почти раз тормознулся, я говорю, что сегодня есть победа, если все не посчаститесь, и мы тогда поедем. И мы поняли, выше этого еще будет. И мы заглохли. Подождали, что расставили. Мы сейчас не знали, как угодно. Загложить кидали. Да, да. Это от Сербии, Канабас, только отец. Мы у него останавливались. Село Успенское. Да, мы у него в Киеве останавливались. У него теперь фамилия Успенский. О. Там еще был один такой Сербий. Сейчас его могу даже не скорбить. И мы у него как-то были. И что он сделал? Сидел, потом вернулся, принял обрезание, достал мусульман. Я согласен, в мусульманстве все это хорошо, но как без Креста быть? Как на Пасху не сказать «Креста с Воскрес». Одно это побеждает все. Я с мусульманами если поработать, как отец Даниила, вчера мы съездили к нему в храм, матушки не было, мы там делали когда-то сборы для них, в помощь оказались. И я всем говорю, как отец Даниила относится? Канонизировать его никак нельзя. Он святой. Канонизировать это мучилище. И больше его за тысячу лет никто не видел мусульманщего мира. Вот только один отец. Он любил мумулое отца. Он любил и красота. Он любил мусульман до самозабвения. Он не понимал, что такое угроза жизни его. Все его у меня есть. Известно. Его материал я многие переставил к себе. И написал себе слог об Ассезе Данииле. Именно не о жизни его, а вот о том деятельстве о подобных мусульманов. Ты в одном храме видела его портрет висит, как иконы? Он святой. В этом даже никакого сомнения. Он говорил, умереть за Христа это миновать всем этап соснадыгран. Вот именно это. Это современник наш, поцелавр приложитель. Да, да. Завяжи. Давай. Вот это пакет. Мы думали, что ее не найдем. Вот смотрите, мы ездили в один... Ну, хватит! А все, пьем. Десятый сейчас. Сейчас сошьем Россию с Клочков. Это деревня Клочки называется. И мы там были. И там был корреспондент из Вести, кажется. Вот такой сакет написанный. Все помещено здесь. Это Путину послали. А нам вы такую дали или старую? Это старую. У вас которые здесь. У нас, по-моему, старую дали. С мягкими. С мягким переплетом. Замени. Замени. Новый, дай. Так. Замени. А то в этот сюда положи. Это усердно. А сейчас принесите, да. Достаньте новый. Ты молодец. Ты принеси, пожалуйста. Она вспомнила это. Мы это в библиотеке отдаем. Это новое издание. Оно у меня только для самых таких. Слово Божие нету. Слово Божие нету. И поэтому наше счастье, что мы в православии. Нам не надо блуждать толкование. У нас есть толкователи, толководство другие. Септанты не имеют. Этого они все раздираются. Люди православные, они не понимают этого совершенно. А у нас икона. Да иконы они и без нас проживут. Так, Александр Нежный. Подпишите здесь. Аптуфергию кому-то. вставай. 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 Мягкий здесь. А, мягкий здесь. Проделим. Я там расставлю. Так, подожди. Ваши целеби. Видите, Светлана. Ты, конечно, отцовай, она же у тобой, так вот, она маленькая, а я, наверное, на даму. Так, те, которые были, так вот. Так, нет, это не тебя отдал. Она не моя. Вот в каком порядке, поместите нас. Смотри, чуть-чуть дочку. Да, да, мы-ка. Сзади, она, видишь, не просто. Так. Да. Все. Еще один. Все. Ты сделала наше? Сейчас. Так, иди быстрее нижний, еще тут. Время тоже. Да. Смотри, что у него ронить. Крепко держи. Я все снимаю. Тихо. А мой-то где, фотоаппарат? Вот, фотографируйте. Так. Так, все. Так, мой-то сделай. Еще. Здесь плохого ничего нет. Мне сказал, придет. Надо было на ту сторону. На фоне храм. Там не пойдет, потому что с ветерской стороны. А если с ветерской стороны, они будут фотографии никакие. А то на фоне храма. Понятно. Тогда идти надо с той стороны, чтобы свет падал на нас. А когда в фотоаппарат свет идет, то там ничего нет. Там грязь одна. Стой, стой, А так, все. Давайте. Давай, только быстро делай. Да. Я беру, так не возьми. А где он? А где он? А где он? А где он? что за настроение. Спасибо. Где у вас фотоаппарат? В кармане нету. Вот он, да? Вот он, да? Вот он, да? Так. Так, где мой фотоаппарат? Так что у нас фотоаппарат? Ну, как все. Значит, на нежную лучи выйти невозможно. Союз писателей сказали, аж только с 12 лет он только появляется. А те писатели, там, Крупина, Арцебашева, они говорят, мы с ним не общаемся, нет телефона. А Союз писателей сейчас на факте стоит. 12 только появляется, ну, можно, если он подпишет. Если бы вы взяли это себе на контроль, я бы вам на трехтонник оставил, я бы уже потом. Сделайте. Так, трехтонник, Николай, Иди он. Трехтонник новый, достаньте. Александр Унешин. Новый трехтонник, достаньте, пожалуйста. А это надо? Это мы знаем, это надо. Это и денег. Да.